Всем привет! Стало известно самая продаваемая манга в Японии за март 2022 года. Это и другие новости за прошедшую неделю в сегодняшнем выпуске. С вами Рубин Гик, с вас лайк, подписка, комментарий, с меня качественный контент. Ну и собственно всё, погнали! ПЛОХИЕ ПАРНИ ЭПОХИ БАКУМАЦУ Был уничтожен неизвестным и из всего отряда выживших остался только один человек. Семь преступников были выбраны, чтобы заменить Синсенгуми и обеспечить безопасность Киото. На ЦЕЮ работали ИЧИБАН БОЩИ ГЕНСАТО, ХРОМ в сериале ДОКТОР СТОУН, САКО ШУНИЧИ ТОКИ, КАДЗУТОРУ ХАНЕЛИМЕ ДАВ ХАНЕМЕ в сериале ТОКИСКИЙ МСТИТЕЛИ, ХЕЙСУКИ ТОДУ, ТОЩЮЮКИ ТОЮНАГА, МИКАДО РЮУ ГАКЕ в сериале ДЮРАРАРА, АКИРА СУМЕРЕ УЭСАКА, ШАЛТУ, ШАЛТЕР БЛАНДФОПЛЕН в сериале ПОВЕЛИТЕК, СОГАН, ШИНИЧЕРУ МИКИ, РОЙ МУСТАНГ в сериале СТАЛЬНОЙ АРХИМИК, СУДЗУРАН, ЮДО АЗМУРА, ТОРФИН в сериале САГА ВИЛЛАНДЕ, ГЯТАРА ВАТАРУ ТАГАКИ, ИКИЧИ ОНИЗУКО в сериале КРУТОЙ УЧИТЕЛЬ ОНИЗУКО, ИБО, ФУКУШИ ОЧАЙ, МАГУОЗА в сериале ГРИМГОР ФАНТАЗИЯ И ПЛРАХА. А авторы данного произведения это режиссер и сценарист ТЕЦУ ХИРАК КАВА, он также работал над книгой магии для начинающих с нуля, оригинальный дизайн персонажей ХИРОЮКИ ТАКЕЙ, это автор магии Король ШАМАН, дизайнер персонажей МАСАФУМИ ЙОКОТО, он дизайнер второсипедных персонажей в сериале НЕВЕСТА ЧАРОДЕЯ, КОМПОЗИТР ЯСУХАРУ ТАКАНАЦИ, ПРЕКРАСНОЯ ВОИТЕЛЬНИЦА СЕЙЛОР МУН КРИСТАЛ, а студия ГЕНО, ЗОЛОТОЙ КАМОЙ, МОМЕНТ ЗА МОМЕНТОМ. ВОРОН В ГАРЕМИ, ДАТА ВЫХОДА И ДРУГИЕ ПОДРОБНОСТИ АНИМЕ ПРО ТАЙНЫЙ ИМПЕРАТОРСКОГО ГАРЕМ. Компания АНИПЛИКС открыла официальный сайт телевизионного аниме ВОРОН В ГАРЕМИ. Сериал начнет выходить в октябре. Во внутреннем дворце живет одна из супруг императора, которую тот никогда не навещал. Она известна как супруга Ворон. Одни люди, видевшие ее, утверждают, что она старая, а другие, что она молодая. Ходят слухи, что она владеет магией и может выполнить любую просьбу от наведения смертельного проклятия до поиска потерянных вещей. Новый император отправляется навестить супругу Ворона с подобной просьбой. Он еще не знает, что их встреча изменит историю. Импринт Орэндж Бунко издательства Шу Ейша выпускает Ранобу автора Коку Щеракавы и иллюстратора Айюко с апреля 2018 года. Седьмой том выйдет 21 апреля. Тираж серии составляет 1 миллион копий. Самая продаваемая манга в Японии за март 2022 года. Рейтинг самой продаваемой манги с 28 февраля по 3 апреля 2022. На десятом месте Банкис 369 381 копий. Потом Истребитель демонов 371 тысяча. Доктор Стоун 376 тысяч. Блюлок 387 тысяч. Не говорит тайно 502 тысячи. О моем перерождении в Силис 560 тысяч. Любовь с иголочки 619 тысяч. Кайдзи номер 8 679 тысяч. Токийские мстители 848 тысяч. И на первом месте Магическая битва 860 тысяч. 1218 копий манги. Шестой том манги Кайдзи номер 8 стал самым продаваемым томом марта с результатом в 577 тысячи 69 копий. Манга Любовь с иголочки продолжает развивать успех после удачной экранизации. У серии вышел новый том и всего за 10 дней было продано 208 тысяч 983 копий. Манга адаптация Ранобе о моем перерождении в Силис продолжает отлично продаваться. 20-й том вышел 9 марта и положил в копилку франчайза еще 418 тысяч 41 копия. Еще немного и Силис станет самой продаваемой серии, основанной на Ранобе. В январе 2022 года общий тираж серии составил 30 миллионов экземпляров. А первое место занимает серия некий магический индекс с тиражом в 31 миллион. Похоже, Дорама не говорит тайно идет с большим успехом. Из выхода новых томов было продано 502 тысячи 202 копии. А 4 марта вышел первый том новой манги. Первородный грех Токопий. И сразу отличный старт. 240 тысяч 294 копии. Правда, манга уже закончилась. Второй том станет финальным для серии. Манга рассказывает о странном существе Токопий с планеты счастья. Он пребывает на земле, чтобы распространять счастье здесь. Но при приземлении встречает неулыбчивую девушку щитзуку. Отношения с друзьями в школе и обстановка дома, кажется, являются причиной такого мрачного выражения лица. Чистый сердце Токопий полон решимости изменить ситуацию к лучшему. Но какие же истины откроются ему при попытке помочь девушке? Ну а новый том манги «Уютный поход» вышел 10 марта. Его продажи составили 176 157 копий. Вот такой вот новостной выпуск у нас получился на этой неделе. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то ставь лайк. Качели между «Магической битвой» и «Токийскими мстителями» продолжаются. В прошлый раз «Токийские» были на первом, в этот раз «Магическая битва». Вот. А с вами был Робин Гик. И всем добра. Всем пока. Ай. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова